Добрый день! В прямом эфире программа «Тема дня» в студии Роман Беков. Ну что ж, экономическая ситуация по-прежнему очень непростая. Мы все видим, что нефть, к сожалению, для нашей страны упала далеко вниз. Вроде сейчас, правда, небольшой отскок, но тем не менее традиционно нас очень много от этого зависит. И рубль снова дешевеет, а, соответственно, никому из нас лучше жить, пока жить не становится, потому что слишком уж мы зависим, не только простые граждане, но и предприятия. Сегодня мы снова, у нас представители разных предприятий, мы снова поговорим о том, как они себя чувствуют в нынешних условиях, все ли на их взгляд делается, и чего не делается, а можно ли сделать, и, естественно, перспективы. Вы можете звонить нам по телефону 300-190, может, среди вас кто-то тоже есть, кто предприниматель. Своё мнение высказать относительно нынешней экономической ситуации. Так что звоните, 300-190, телефон прямого эфира нашей студии. Пока представлю гостей. Это Владимир Владимирович Ишурин. Он является генеральным директором предприятия, которое занимается конкретным промышленным производством. Добрый день. Добрый день. Это Светлана Сергеевна Шилова. Она главный специалист одного из наших ведущих хлебопекарных производств, то есть человек, который нас кормит. Хлеб всему голова. Здравствуйте. Здравствуйте. И Андрей Борисович Саламатов, он генеральный директор управляющей компании областного центра, то есть человек, который, собственно говоря, в ответе за тепло, свет и за многое другое, за комфорт на жизнь не всего города, но очень большого микрорайона в московском районе. Добрый день. Здравствуйте. Господа, ну что, как вы считаете, как сейчас ситуация складывается, потому что она у нас постоянно меняется. Вот, сами знаете, Путин выступает чуть ли не каждую неделю, заявляются какие-то новые меры, то же самое упомянутый мной курс валют, то вверх, то вниз нефть тоже, то вроде бы упала, потом сделка по нефти всех нас обнадежила, после нее нефть упала до самых таких минимумов, говорят, вообще она ноль, долларов ноль центов стоила, сейчас вроде опять оскок и так далее. Как вы все себя чувствуете, ваши предприятия, ваши сотрудники? Скажу, начнем с прекрасной дамы, давайте слан с вас. Ну, что касается хлебпекарных предприятий, то ситуация была и до пандемии достаточно сложной, потому что хлебный рынок, он достаточно низкомаржинален и высококонкурентен, поэтому работать в данных условиях было всегда сложно. За нашу 90-летнюю историю, 1 мая за у хлеба исполняется 90 лет работы, мы не раз сталкивались с проблемами, и вот и сейчас резкий рост цен на муку. За последние два года ржаная мука выросла в 2,5 раза, пшеничная мука выросла за несколько последних месяцев только на 30%, за два года на 70%, то есть достаточно резкий рост на основные ключевые компоненты для производства. Ускубляется рост курса валют, что провоцирует и рост упаковочного материала, и... Вы поясните, да, телезрителям, во-первых, вы сказали низкомаржинальный, но казалось бы, вот хлеб такая вещь будет покупать всегда, то есть вот вы без спроса не останетесь. Спрос, да, но хлеб всегда был с низкой рентабельностью, то есть дохода, деньги на хлебе не сделаешь, то есть это социальный продукт. Никто не даст вам завысить цену. И мы не можем поднять его, даже компенсировать затраты, которые в той же пропорции, как растет себестоимость. То есть вот этот дисбаланс цен, рост себестоимости, и в то же время стагнация отпускных цен, невозможность поднятия, приводит к убыточности и к таким вот сложным ситуациям. В прошлом году, вот благодаря поддержке Тверского правительства и большое спасибо Игорю Михайловичу Рудене за то, что поддержал нас предприятием хлебопекарной промышленности, была выделена субсидия. Она очень поддержала предприятие, это, конечно, было очень своевременно. А сейчас вот у нас опять мы сталкиваемся с похожей ситуацией, резкий рост цен, как я уже повторила. Валюта? Валюта, она спровоцировала рост цен на зерно. Почему? Зерно ведь русское. Вывозится на экспорт. Зерно вывозится на экспорт, и не мукомольное, а зерновики предпочитают отдавать свое зерно на экспорт, а не на внутреннее потребление. И тем самым повышаются цены на внутреннее. Ожидается рынок, вот как раз только на федеральном, вчера, по-моему, я на одном из федеральных каналов, как говорят, у нас ожидается в этом году очень огромный опять урожай. Вот столько-то мы оставим у себя, а столько-то отправим на экспорт. То есть разве нет некой доли, условно говоря, 60% будет всегда в России оставаться? Цены на зерно рыночные, и они двигаются вслед за рынком. Цены на муку и на хлеб в основном не рыночные. И ценообразование хлеба никогда не было рыночным. Никогда. То есть оно не идет вслед за зерном. Цены на зерно повышаются, цены на муку тоже повышаются, на хлеб будут стоять. Поэтому это очень большая проблема. И пандемия, она вот как бы, она просто усугубила эту ситуацию, потому что вот она спровоцировала еще большие затраты у предприятий хлебопеков. Потому что круглосуточная работа предприятия необходимо обеспечивать... Вам нельзя уйти ни в какие самоизоляционные квартиры. Таким образом не можем остановить предприятие. Нужно кормить людей, нужно выпускать хлеб. И нужно обеспечить дезинфекцию всего процесса. Это как самого производства, безопасность людей, дезинфекция транспорта всего. Владимир, у вас как обстоят дела? Ну, у меня дела обстоят примерно точно так же. У меня, конечно, не производство хлеба, а производство строительных материалов, кирпича. Но по факту ситуация, если брать с волнообразным ростом и падением курса рубля, она тоже усугубляет весь процесс производства. Все расходные материалы, все сырье, оно привязано так или иначе к курсу рубля. Почему? Сырье где покупаете? Сырье покупается, частично покупается здесь в области, но частично мы завязаны на сырье еще европейском в том числе. Это какое? То есть это красители, это тот же самый производство цемента. То есть цемент у вас импортный? К сожалению, хороший цемент, он импортный. А у нас есть, но вам не нравится качество? Качество не нравится не мне, качество не нравится потребителю. Ну, естественно. А мне, как производителю, необходимо учитывать мнение потребителя. И вы покупаете импортный цемент? Мне это приходится делать. Плюс, соответственно, не могу пояснить, почему у нас растет стоимость бензина, что тоже... Говорят, упало. Вот я вчера видел новости позавчера, бензин, то есть даже начало снижаться, правда, на целых две копейки. К сожалению, я это не заметил. Слава богу, не растет в данную минуту, уже приятно. Все это откладывает отпечаток на доставку сырья, на его выработку. Плюс, с учетом сложившейся ситуации сейчас с пандемией, из-за вынужденной самоизоляции я не могу привлекать сотрудников, я не могу сбывать свою продукцию. А у вас предприятие не вошло в пол тех производств, которые обязаны у вас? К сожалению, не вошло, и я скажу даже больше, те акведы, которые заложены нашим правительством на основании указа президента, я с ними немного, точнее, кардинально не согласен. Потому что, если смотреть аналитику, смотреть эти коды, у нас промышленность, как таковая, она не вошла в эти коды. Акведа вошла? Ну, она только будет входить. Надеемся, что это получится, надеемся, что это будет, но на данном этапе этого нет. Соответственно, каких-либо преференций, не то, что для себя я даже сейчас не вижу, для своего производства, но даже для электроэнергетики, на которой я завязан непосредственно, я не могу с ними найти общий язык о снижении тарифов на данный промежуток времени в качестве какой-то меры поддержки. По той простой причине, что поддержки от государства они тоже не видят на данном этапе. А если бы видели эту поддержку, они бы могли вам снизить тарифы? Во всяком случае, у меня было бы больше рычагов для общения с ними. Они могут сказать, извините, у нас тариф установлен РЭК, мы ничего не можем сделать. Мы бы и рады, да никак. Вы знаете, ситуация какая складывается? Ситуация складывается, то есть здесь круговая порука. Я обращаюсь к энергетикам с просьбой, что в связи со сложившейся ситуацией, с форс-мажором, прошу снизить мне тарифы на вот это время. Они говорят, что, извините, мы не можем по причине того, что нету форс-мажора в стране, то есть у нас не введен официально карантин, не введено чрезвычайное положение. Извините, я вас сейчас перебью, у нас форс-мажор в виде рекламы. Буквально три минуты, дорогие телезрители, не переключайтесь. Три минуты, а после чего мы снова продолжим говорить о том, как обстоят дела в нашей экономии, в конкретных наших предприятиях региона, того или иного характера в нынешних условиях коронавируса, ну и, соответственно, экономического кризиса. Программа «Тема дня» в прямом эфире. Мы сегодня снова говорим о том, как выживает наш бизнес, в каком положении экономик. С точки зрения руководителей предприятий, что надо сделать, чего не делается для того, чтобы всё-таки нам хоть как-то минимизировать вот эти последствия экономического кризиса, который разразился из этого коронавируса, но там одно с другой всё потянуло. Ну и в целом, учитывая, что экономика России, она, собственно говоря, что перед кризисом 2014 года, на самом деле, все экономисты говорили, что что-то будет, потому что не туда мы движемся. Что сейчас говорили, что рост в России, если есть, то минимальный, а вот теперь, говорят, его и вовсе роста ВВП не будет. Итак, Владимир, значит, продолжаем, как говорится, к нашим баранам. То есть вы говорили, что как там круговая порука, да, получается? Да, получается круговая порука, что вроде как по указу президента помощь должна выделяться, но выделяется она очень точечно и не в те сферы, куда выделять её необходимо сейчас. То есть складывается картина такая, что на перспективу никто не смотрит. То есть точечно, сиюсекундно нужно выполнить указ, как это будет выглядеть неизвестно, вроде кому-то помогли, но за всем этим незаметна помощь именно развитию промышленности, развитию той же электроэнергетики, теплоэнергетики. То есть именно тем предприятиям, которые задействованы в жизнеобеспечении страны. — Системности нет. На самом деле подход, в общем-то, ну так скажем, системность очень условная. Вот я являюсь руководителем предприятия ресурсоснабжающей. — То есть что вы делаете? — У нас на сегодняшний день основной вид деятельности — это тепловая энергия. То есть производство и реализация тепловой энергии. То есть банально отапливаем дома и подаем горячее водоснабжение. — То есть котельная у вас? — Да, собственная котельная, одна из самых мощных в городе Твери. И мы практически там львиную долю промышленную зону отапливаем. — Какую? — Лазурная. — Промышленная зона, Лазурная и поселок Элеватор. — То есть жилой микрорайон? — Да, полностью со всей инфраструктурой. То есть детскими садами, школами и прочее. И тоже приблизительно, ну так скажем, похожие проблемы, исходя из того, что у нас и до этого были проблемы, до коронавируса. Исходя из того, что у нас тоже мы не совсем в рынке. Так скажем. — У нас же почти 30 лет как рынок? — Ну, очень условный рынок. То есть тарифы нам регулирует государство. Причем, соответственно, понятие регулирует, оно не совсем даже называется регулирует. Его просто снижает. Снижает при каждом, так скажем, удобном случае. — У нас не будет. — Соответственно, дело в том, что как раз, да, с одной стороны понятно, что это вроде как цель для того, чтобы снизить нагрузку на население. Но с другой стороны, есть такая хорошая поговорка, да, благими намерениям, услуги на дорогу в ад. Дело в том, что, во-первых, энергетика, она достаточно крупная, в том числе и люди там работают. И заработные платы, и потребительские, так скажем, возможности у людей, которые работают в этой сфере, они тоже зависят от того, как регулируется. И регулируется на сегодняшний день так, что кадровую политику очень тяжело в этих предприятиях проводить. Но, опять же, если мы вернемся сейчас к коронавирусу, поскольку как бы тема вот на сегодняшний день так. У нас и так была сложная ситуация, исходя из того, что из-за регулировки тарифа на сегодняшний день у нас тоже мы наблюдаем рост, материалов, то есть там трубы, там всевозможные, не буду перечислять, там номенклатура огромная. Рост идет, на сегодняшний день по некоторым позициям уже 15-20% рост. А как же та самая 4% инфляция, про которую нам говорят? У нас рост цен 4%? Ну, я так полагаю, инфляцию-то высчитывают в комплексе. Может быть, на какие-то объекты крупные, недвижимости цены упали, потому что просто нет потребительского спроса. А на что-то спрос как оставался, так остается. И поэтому, если брать, раньше, предположим, объект стоил, условно говоря, 100 миллионов, сейчас он стоит 50, он вроде даже подешевел. Но только он никому не нужен, он ничего не приносит. Он, собственно, и дешевеет, исходя из того, что на сегодняшний день на него спроса нет. Что-то нехорошо. Да, а на какие-то виды, ну, там, допустим, в тепловой энергетике, мы вообще не можем жить без постоянного притока каких-то материалов, потому что идет износ оборудования, там, прочее. Исходя из этого, у нас, с одной стороны, как бы растет, а тариф у нас остановлен, более того, точно так же маржинальность его минимальная, там, буквально мы и в те времена, там, малейшая ошибка, и ты в минусе, поэтому, как бы, работали на грани. Вот, исходя из этого, на сегодняшний день, вот, те программы, которые озвучены из уст, там, правительства, президента, ну, нас не касаются, потому что мы не вошли, мы, как бы, предприятие, которое, вроде как, озвучено, что мы работаем. Но, у нас, действительно, для поддержания определенной, так скажем, профессиональной команды, мы еще где-то на стороне, там, выполняли какие-то сопутствующие нам контрактные работы, то есть, участвовали в муниципальных контрактах, государственных контрактах. Сейчас этого ничего нету. Более того, если раньше с нами рассчитывалась, допустим, Тверская генерация, которая тоже тяжелое финансовое положение, рассчитывалась по судам, и то была задержка, потому что суды, там, прочее, то есть, ну, это юридическая такая схема, то есть, там, до 9-10 месяцев оттяжка шла по оплате за поставленные услуги нами, ну, ресурсы. Тепло. Да, мы им тепло поставляли для поселка Элеватор, то есть, они являются ЕТО, и, как бы, фактически, тепло поставляем мы, но деньги собираются ими. И потом... Как-то, почему вы не можете напрямую... Ну, не можем, поскольку мы уже несколько раз просили статус ЕТО, то есть, в федеральном законодательстве, это уже, как бы, так скажем, проблема законодательства. Почему вы делаете с этим ЕТО? ЕТО – это единый поставщик, который имеет право заключить прямой договор. У вас такого статуса нет? У нас этого статуса нет, хотя по всем формальным признакам мы существуем. То есть, вы, вроде, производите тепло, а вот, в отличие от Владимира, продавайте вон кирпичи, а вы тепло, не имеете права. Да, потому что... Вы должны через какой-то посредник. Да, через гиперскую генерацию. И, получается, людям это еще дороже встает. Да, мне-то совершенно. Ну, не только людям, это вообще для экономики, на самом деле, нонсенс. Потому что и тут налогообложение, и тут двойное налогообложение за один. Ну, а, конечно, решите, мы же для людей все, вы хлебушек печете. Вы тепло, вот, Владимир, кирпичи и строю конструкции. Кстати, вот, опять же, я прошу прощения, если перебью и вмешаюсь, что касается электроэнергии и тепла. Это вот как раз то, о чем я и говорил, что здесь напрямую с поставщиком работать не получается, с государством. Здесь есть всегда какая-то вот эта прослойка, которая не учитывается ни при какой помощи. И ей не выгодно также помогать мне, соответственно, производителям хлеба. Скорее, не то, чтобы не выгодно, а возможности нет. Если уж говорить откровенно, то возможности нет. Я бы с удовольствием помог, но только как? За счет того, что угробить собственное предприятие, тоже вроде как не будешь. Вот именно об этой круговой пороке я и говорил, что процесс зациклен таким образом у всех, что помощь где-то она есть, но там, где она должна быть, ее нету. И мы сами между собой должны как-то этот вопрос решать, к сожалению. На сегодняшний день, опять же, я возвращаюсь немножко к коронавирусу, ситуация усугубляется чем? Что дополнительных доходов практически мы их лишились, то есть их просто нет в связи с... Это вот эти люди подряд там... Да, какие-то подряды, да, мы это лишились. А почему, опять-таки? У вас же вроде... Мы смотрим сейчас вот кризис, допустим, ну, самоизоляция. Ну, вот нам пристрелить идет из городадминистрации, московское шоссе делают, фонари заменяют, то есть всю инфраструктуру это все обновляется. Ну, у вас, по сути, тоже где-то... Ну, дело в том, что дороги, там, освещение, я не буду говорить, я не специалист в этом вопросе, но предполагаю, что, наверное, дороги там и прочее, наверное, что-то там, извиняюсь за внимание, там, 9 мая что-то делается. А у нас работа обычная, то есть вот есть необходимость у заказчика выполнить. Но когда заказчики на сегодняшний день не работают сами, заказы, собственно говоря, и пропали. Ну, они есть, но их, как бы так скажем, они упали на порядок. И при этом, еще раз говорю, финансовый поток тоже иссяк, поэтому мы внутренние работы сейчас выполняем, потому что мы все равно их должны выполнить. Что-то там, где-то там стараемся где-то ужаться, что-то какими-то собственными силами. Но вопрос, когда было совещание, я говорю, а почему мы-то не попали в систему образующего? Ну, сказали, что как бы вы малы, маловато для этого. То есть, как бы есть, вот Макдональдс попал, а вы не попали. Потому что, опять же, там параметры определения, количество работников, обороты берутся там, все. Поэтому мы как бы в это не попадаем. И при этом, когда мы обратились в налогу по вопросам 15-процентного снижения, тоже оказалось, что мы не попадаем, потому что мы работаем. То есть, ну, фактически... Ну, потому что, вот когда ты не работаешь, доказать о том, что ты не работаешь, достаточно просто. Что ты пострадал от коронавируса, потому что, как бы, вот тебе запретили работать. Все понятно. Кафе закрыто, все извините. А как мне доказать, что у меня проблема от ситуации коронавируса? Работать мне никто не запрещал, мы продолжаем работать. То есть, как бы, никаких косвенных таких вот признаков нет. То есть, рынок все равно взаимосвязан. И каким-то образом мы все друг от друга зависим. Ну, просто все. Как бы то ни было. Даже если организация не совсем в рыночных условиях, с точки зрения ценообразования, она все равно завязана на рынок. И если рынок начинает, вот как у них, поднимать цены, как бы им там ни говорили, цены нельзя поднимать. У них все равно, ну, либо они разорятся, в конце концов, либо они будут какие-то другие пути искать, чтобы выжить. Вот на сегодняшний день, не знаю, вот на мой взгляд, гораздо эффективнее было бы, допустим, хотя бы для РСОшников, хотя бы, да, либо снизить, а в идеале, конечно, убрать НДС. Потому что НДС на сегодняшний день нас просто душит, реально душит. Убрать вот на время вот этой всей ситуации. Конечно. И не нужно денег, просто НДС как бы либо сократите, либо уберите. Это когда получилось у нас не так давно. И говорили, что это несущественно, несущественно, не заметен. Да нет, на самом деле, НДС это вообще очень интересный налог. То есть, даже в убыток будешь ты его работать, у тебя НДС все равно платится. Более того, он даже в некотором смысле увеличивается. Если нужно пояснение, могу объяснить так, на двух словах, на яблоках. Дело в том, что НДС к возмещению берется только при, вот, допустим, я закупаю материалы. Соответственно, там, если заложен НДС, то в таком случае он идет по замещению. Но очень много платежей, которые НДС не возмещает. И чем меньше у тебя становится финансовых потоков, ты меньше покупаешь каких-то материалов. У тебя львиная доля финансовых потоков, которые приходят, уходят на фонд заработной платы, на налоги, на то и все. А они НДС не возмещают. Соответственно, приток идет у тебя с НДС, а возместить тебя нечем. И у тебя НДС автоматически начинает расти. Он и так не маленький. И поэтому получается, что чем больше это работает, он только так кажется, что, ну, какая разница, тут зашли, тут зашли. Очень много налогов, которые, ну, так скажем, косвенно влияют, в том числе и на НДС. Я расшифровывать не буду, потому что это вообще тело, мне кажется, экономического такого. Я даже скажу больше. Вот те 15%, которые у нас заявлено, что с 30 снижаем до 15, это не 15%. Почему-то никто не говорит о том, что 15% у нас будут начисляться только на минимальный размер оплаты труда. Но при этом у нас все выводится в белую зарплату. И белая зарплата, она больше, чем МРОД. Ну, конечно. Естественно. И то есть у нас получается на МРОД 15%, а все, что сверх, а это больше МРОД, как правило, то на это начисляется уже вся совокупность 30%. И если суммарно брать усредненно, то получается это не 15%, а 22%, 25%. Ну, это опять же идет подмена понятий в данном случае. Ну, это здесь очень, там, то же самое, допустим, с налогом на прибыль. Да, то, что объявили, что сейчас налог на прибыль обнуляет. А что обнулять, если ты и так работаешь? То есть прибыли нет. Ты его до этого не платил. Сейчас, ну, обнулили, как бы прозвучало, люди услышали. О, вот помощь. В чем помощь-то, собственно, если ты в убыток работаешь, у тебя и так этого налога нет, тебе его обнулили. Смысл этой помощи. Поэтому реальные помощи на сегодняшний день, ну, я еще раз говорю, особо-то я и не рассчитывал, на самом деле, на эту помощь. Но реальной помощи нет. Мы сейчас выживаем. И я, не знаю, конечно, некая инерционность в наших производствах наблюдается, но, по крайней мере, у меня однозначно. То есть, да, есть какие-то задержки в свое время, когда по платежам они потихонечку начинают переходить, поэтому какой-то есть. Но когда ты иссякнет, я сейчас уже так напряженно работаю, и мы там с финансистами рассчитываем, как мы дальше будем, потому что у нас, ну, как бы некая инерция есть. Мы не остановились, мы продолжаем работать, но инерция падения и рынка, и увеличение каких-то цен на сырье и материалы, которые у нас используются, наблюдается. И мы, в общем-то, находимся в напряжении. Более того, кадровую политику, мне не нужно меня уговаривать оставить людей. Я понимаю, что такое у меня не торговля семечками, у меня специалисты, которые должны... Важно сохранить, я, естественно... Люди работали именно на предприятии, чтобы люди остались рабочими. С улицы их потом не наберело. И у вас, и у вас. Которые знают собственное производство. У меня специфика еще собственная, какие-то там сетевые дела, котлы и прочее оборудование. Поэтому я боюсь потерять людей. Я, естественно, как бы сейчас выкручиваюсь. И люди сейчас, когда ко мне подходят, как бы поднять зарплату. Ну, то есть, да, я понимаю людей. Потому что они приходят в магазин, и реально, я сам, ну, то есть, это тоже наблюдаю, цены-то везде выросли, и выросли прилично. То есть, даже по продуктовому набору. И очень большого количества персонала есть кредиты, ипотечные кредиты. Потому что практически... Это же люди. Ну, у нас, наверное, больше половины людей закредитованы. А, к сожалению, сейчас будет ситуация складываться таким образом, если проводить аналитику, чтобы после вот этой самой изоляции, после пандемии, процентов 30 малого и среднего предпринимательства, оно перестанет существовать. Не сможет восстановиться. Да. Мало того, что не сможет восстановиться. Надо брать не компанию, как единицу, а надо брать группу людей, которые работают в этой компании. И сейчас на рынок безработных, к сожалению, хлынет очень большое количество вот таких вот людей, ни в чем не виноватых. Как бы мы не хотели все это поддерживать... То есть, до сокращения не обойтись? А здесь дело не в том, что там кто-то будет сокращать персонал частично. Часть компаний будет банкротиться, потому что физически не может выжить. И по факту получится, если брать сферу теплоэнергетики, людям нечем будет просто платить. Ну да, то есть потребительский спрос тоже будет падать, и искусственно будет создаваться, так скажем, ситуация, что у нас инфляция не растет. Она не растет, опять же, из-за чего люди просто все меньше и меньше будут покупать. Падает потребительская способность. То есть, да, потребительская способность будет падать. Она сейчас уже наблюдается. Но сейчас еще, вот я говорю, мы только, мне кажется, вот только начали, инерционность определенная наблюдается. И если таким образом протянется, вот. И у нас, допустим, нет никаких субсидий. У нас не было и нет никаких субсидий. Многие думают, что вот тепловая энергия, что там какие-то субсидии. Нет у нас никаких субсидий, ни копейки. То есть, при том, что регулируется, и ситуация-то идет, их и не было, и нет сейчас. Я не знаю, может быть, в каких-то там крупных госкорпорациях каких-то там что-то есть. В обычном частном бизнесе этого нет. Но, к сожалению, вот опять же, если возвращаясь к поддержке со стороны государства, вот эти все субсидии и все остальное, если брать вот этот перечень организаций пострадавших больше всего от пандемии, у нас получается кто? Транспортные услуги, кинотеатры, общепиты и сфер развлечений по большому счету. Узжук, торговля непродовольственными товарами очень сильно. Хорошо, магазины бытовой химии. Химия, одежды, канцелярские товары. Если производственные компании перестанут существовать, а они перестанут существовать, потому что их не поддерживает сейчас никто. А как же говорят, этот вагон-завод вышел? Нет, ну работает. Мы-то тоже работаем. Не буду комментировать. А вы нет. Я худо-бедно работаю. Но я работаю, опять же, как вот правильно заметили, по инерции. То есть, как вот этот вал раскрутился, работы, он по инерции идет, но когда-то он остановится по законам физики. Точно так же и здесь. Если покупать не будут, то, собственно говоря, ну, будет на склад. Ну, у нас-то, слава богу, мы сейчас летний период. То есть, с одной стороны, мы прошли нормальный отопительный сезон, сейчас горячее водоснабжение будет. Но горячее водоснабжение, в принципе, это для нас уже практически не реализация, потому что на порядок падает. И мы, как правило, немножко накапливали чуть-чуть жирок, чтобы потом за летний период подготовить все для того, чтобы войти в отопительный сезон. Сейчас мы выходим без жирка, а нам все равно готовить надо, и мы будем это делать. И, безусловно, так скажем, любой ценой все это будем выходить. И в конечном итоге, что будет на следующий отопительный сезон, пока не знаю. Ну, вот есть какая-то надежда на то, что какое-то понимание, я еще раз говорю, я не вижу на сегодняшний день тех механизмов, которые озвучены, которые были бы, условно говоря, я не говорю, полезны. Ну, чтобы это, я мог для себя понять, что это какая-то помощь. Я не вижу поддержку. Светлана, а вы можете для себя понять, что какая-то вам есть помощь, поддержка, или вам она не требуется? Ну, я уже говорила о той ситуации, в которой мы оказались. Конечно, мы сейчас очень рассчитываем на... Простите, Бугороди, я вас перебью, у нас телефонный звонок. Да. Слушаем вас, здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые друзья. Ну, я постараюсь быть краток. В первую очередь хочу вас поблагодарить всех, да, вот мне очень нравится ваше выступление. Все очень честно, открыто, да, так скажем, в отличие. Когда бюджетников приглашают в студии, там очень много лезть, и даже хвалят то, что хвалить не надо. А здесь все откровенно, и, ну, спасибо за ваше откровение, ребят. Это первое. Второе, что бы я предложил? Ну, конечно, ситуация жесткая, да, в стране. В первую очередь, нам надо задуматься о, значит, бюрократии, да. Во многом было бы гораздо проще и легче, если бы, так скажем, наши чиновники, да, которые не принимают решения, ну, по-разному обстоятельствам. Кто-то боится потерять рабочее место, там взять на себя ответственность, кто-то хочет просто заработать и так далее. Вот здесь надо навести порядок, все было бы проще, если бы, ну, понимаете, да, о чем я говорю. И, значит, второе, я считаю, что нам надо очень срочно задумываться о возвращении к сельскому хозяйству в наши деревня, уезжать в селы и развиваться там, потому что, ну, в городе становится оставаться опасно. И последнее, можно я вопрос задам? Спрашивайте, а скажите, пожалуйста. По поводу энергетики. Вот смотрите, я проживаю в жилом и квартирном доме, да, в панельном. У меня за... ну, я как простой обыватель, да, сейчас говорю. Значит, за отопление зимой, там, практически, там, за эту горячую воду 5-300. Вот так вот, если взять все квартиры, и кажется, что суммы сумасшедшие. И, ну, неужели это все, вот, все эти зарплаты и обслуживание, все это столько таких денег стоит? Или кто-то просто здесь генерацию или миную долю берет? Или почему такие большие тарифы? Ну, опять же, я... может, это и стоит, но... ну, поясните, если будет возможность. Спасибо. Угу. Андрей, поясните, у слова телезрителя. 5 тысяч. Почему так? Ну, дело в том, что 5 тысяч, я не знаю, квартира может быть разная, допустим. Я вот живу... Вряд ли он живет там. Ну, не знаю, у меня за отопление где-то, получается, в районе 2 тысяч, я живу в 2-комнатной квартире в 51 квадратный метр. Вот у меня отопление где-то в районе 2 тысяч, я, ну, в общем-то, в городе живу. Более того, понятие дорогое, дорогой тариф, недорогой тариф, ну, поверьте, это тоже, ну, в некотором смысле, так, как бы это объяснить-то, это в каком-то смысле такое стереотипное мышление, это реально, это недорого. То есть у нас на самом деле, сейчас я понимаю, что, наверное, телезрители будут не очень довольны, но у нас на самом деле недорогое, энергетика недорогая. По сравнению с Западной Европой? Да нет, она даже по сравнению с нашими, ну, если российский брать тарифное меню, в Тверском регионе тарифы действительно низкие. А зарплаты в Тверском регионе какие? Опять же, зарплаты, вы поймите, что зарплаты и потребительский спрос, там, прочее, в рынке все происходит приблизительно одинаково. То есть если раньше стоило, там, допустим, тепло полтора рубля, зарплаты были сто рублей, сейчас оно стоит столько, зарплаты столько. Не отрываются, то есть это вещи, ну, абсолютно, если все в рынке... Ну, я думаю, что люди просто, когда говорят, что им дорогое отопление, они исходя из зарплаты, потому что если бы человек получал, допустим, там, 100 тысяч рублей, 150, ему эти 5 тысяч, вот, вообще, вы не замечали. Согласен, только нужно не получать, а и зарабатывать. Это тоже отдельная разговора. Ну, я просто, это наше советское понимание, получается, хорошо, зарабатывал на работе, но, тем не менее, было у него 150, а если у него зарплата, может, там, 1025, и то и 20, для него это много. Ну, я согласен. Дело в том, что тут, понимаете, ситуация такая. Вот, если сейчас вывести разговор о том, а что у нас не дешево, мы им сейчас... Вот, Светлана скажет, хлеб дешевый. А я говорю, тепло дешевое. Ну, это просто разговор, но я слышал точно так же от бабушек, ой, хлеб дорожает. Хотя я реально, ну, потому что я понимаю некоторые экономические составляющие вещи, я прекрасно понимаю хлеб, верно, для меня я понимаю, что это дешево, и причем очень дешево, но некоторым, и это кажется дорого. Дешево было в советское время, 25 копеек. Совершенно верно. Поэтому этот вопрос очень непростой, очень непростой. Его можно обсуждать, то есть, как бы, дорого, он просто вынесен в средства информации, в средства массовой информации постоянно муссируется о том, что тарифы высокие, тарифы высокие. Когда вам все время это говорят, люди начинают уже, как бы, задумываться, что да, тарифы высокие. Но на самом деле высокие или низкие это настолько условная вещь, ну, это можно к любому товару привязаться. В данном случае все познается, опять же, в сравнении, как правильно вот заметили. Мы смотрим, каждый производитель смотрит с точки зрения именно производства, понимая все процессы, завязанные друг на друге. А обыватель смотрит с точки зрения тех финансовых средств, которыми он располагает. К сожалению, вот здесь палка о двух концах. Мы понимаем, что тарифы невысокие, потому что для установления этих тарифов много закладываются, и расходные материалы туда входят, и все. Но, опять же, если брать стоимость расходных материалов, она достаточно высокая. И мы это понимаем. То есть, для нас какие-то показатели тоже высоки. Если принимать какие-то меры, в совокупности оно может быть и даст свои плоды. То есть, увеличение зарплаты, уровня жизни граждан, уменьшение налогов для производителей, и, соответственно, снижение каких-то тарифов для нас. Ведь не секрет, что все это закладывается на конечный продукт. То есть, есть себестоимость продукта, которую мы не можем уменьшить. Потому что здесь будет даже не работать ради работы, а работа в минус себе. Конечно. Если можно, еще добавлю. Здесь дело в том, что вот тоже, раз уж сравнили, что вот в Западной Европе там зато зарплаты выше. Во-первых, они не настолько выше, как это многие думают. Ну, как-то не настолько. Но я имею в виду, что не настолько относительно, если брать соотношение... Ну, если пособие, по-моему, 900 евро безработица приведет. Да, но если вы 900 евро платите за коммунальные услуги, суммарно, включая там налоги и прочее, то вроде как и не такая уж и большая сумма, эти 900 евро. Если в пересчете на рубли только это брать, это одно. Ну, еще раз говорю, я сейчас не об этом хотел сказать. У нас налоги на сегодняшний день не так малы, как многим кажется. И более того, у нас вот, допустим, тот же самый НДС, он налог, который очень немаленький, так скажем, мягко говоря. Но он берется независимо от того, в убыток работает предприятие или в прибыль. То есть, получается, ты будешь разоряться, а тебя НДС просто будет добивать. Исходя из этого, когда сравнивают, говорят, ну вот на Западе там высокие налоги, но у нас еще экономика, производительность труда еще, ну, как бы она требует повышения. Это нужно, то есть мы, как бы, там, условно говоря, вышли на рынок еще пока достаточно недавно и очень много чего не умеем, включая руководителей. Потому что эффективность работы, допустим, людей, где система отработана уже там веками, это одно. А когда мы только вышли, а у нас делается такая ситуация, что у нас сравнивают с Европой, и нам не дают даже возможности ошибки. А мы тоже люди, мы тоже ошибаемся. Вы знаете, за эти 30 лет мы столько раз ошиблись. Господа, давайте поговорим все-таки действительно о мерах поддержки. Как вы оцените то, что сделано, и что надо сделать? Светлана, вот все-таки... Ну, я уже говорила о том, что меры поддержки в 2019 году помогли нам, хлеботокам, выжить. Понятно. Теперь вот коронавирус я имею в виду. То, что по коронавирусу все затраты, которые ложатся на плечи предприятий, они пока что, ну, на наши плечи и легли так. На этих плечах остаются. И остались, да. А можно ли что сделать, чтобы вы бросили из плеч ваших эту тяжесть? Как нам сказали, что раз мы работаем, то мы должны обеспечить безопасность своих сотрудников, соответственно, и безопасность того процесса, который мы организуем. То есть, рост затрат на эти средства очень серьезный. Потому что, ну, вот маски, то, что до пандемии стоило 2 рубля, да, сейчас доходят до 50 рублей. И за 70 предлагают. Так что, ну, соответственно, видите, да, и очень сложно найти. Причем, что товар одноразовый, причем в день надо менять по 3-4 раза. Совершенно верно. Покупались и одноразовые, и многоразовые. То есть, все, что возможно, чтобы обеспечить безопасность людей, потому что это круглосуточное производство. Где средства дорожают в 4-5 раз? Это колоссальная затрата. А ведь нужна обработка как самого персонала, как помещение, где производится продукция, всего транспорта. То есть, ну, это от проходной и до самого последнего помещения. То есть, все-все обрабатывается постоянно. Чтобы, не дай бог, вот не изнести инфекцию на предприятие. Что нужно сделать в этой связи, на ваш взгляд? Чтобы вам закупало государство маски, дезинфекторы? Ну, это было бы, конечно, замечательно, если бы предприятия пищевого направления могли обеспечить этими средствами. Ну, как-то надежды на это очень умерли. Как минимум. Так же, как и хлеб ограничить стоимость масок. И вернуть это все к 2, ну, максимум 5 рублей. Ну, и действительно, в Вестовине же маска не выросла, наверное, прям так сильно? Нет, выросла. Мы мониторили. Дело в том, что когда вот эта вот ситуация пошла, и мы поняли, что масок нет. И начали, ну, как бы, так скажем, идея пришла, что почему бы сейчас не начать выпуск масок. Хотя о масках мы еще разговаривали в 2019 году, когда только-только пошли. И мы мониторили и сырье, в том числе, и оборудование для выпуска масок. Но когда мы потом, вот, я уж извиняюсь за выражение, немножко, так скажем, опоздали и, как это, чухнулись немножко поздно, когда мы сунулись, подорожало все, и сырье, и прочее. Обоснованно. Обоснованно, потому что у нас практически львиная доля всего этого, импортного. У нас нет ничего, ну, собственного. И при этом еще и рыночные, конечно, явления, когда спрос начал расти, начались расти. Вот, и мы приняли решение другое совершенно. Ну, слава богу, я очень благодарен собственным сотрудникам, особенно сотрудницам. Они у меня очень ответственные. Когда я сказал, ребята, надо все равно вопрос решать, что тут плакаться. Вот, и в конечном итоге мы тут же начали маски шить сами у себя на производство. Которые случились все искренне труда. Да, и у меня прям посменно операторы шили, и мы обеспечили себя, по крайней мере, внутри масками. И до сих пор у нас обеспечивается все. Ну, то есть, как бы, такой вот санитарные какие-то вот нормы мы стараемся все-таки на предприятии поддерживать. Ну, а что касается помощи, вот, не знаю. Бизнес привык, собственно говоря, сам решать вопросы все. Да, сейчас тяжело. Но меня единственное, что успокаивает, тяжело всем. И это в каком-то смысле, ну, немножко... Ну, честно, мне что-то веселящее. Не я же один в такой ситуации. Поэтому, исходя из этого, конечно, максимально будем стараться, так скажем, минимизировать какие-то потери. Ну, о проблемах мы сказали. Эти проблемы на уровне, там, законодательного какого-то, там, прочее. Я, честно говоря, даже, ну, говорю, вот, кроме того, что вот налогов снизить, конечно, было бы вообще просто замечательно. Вот, хотя бы на этот период, а потом посмотреть... НДС тоже самое. Да, НДС, это основной налог. Да, и в конечном итоге, если хотя бы его снизить, а для ресурсоснабжающих организаций, опять же, потому что очень большое количество населения завязано на нас, включая производство, я думаю, что если бы вот НДС хотя бы для нас его снизили, я думаю, это могло бы помочь не только нам, но в целом, как бы, экономике где-то подержало. Других помощь я, честно говоря, вот, особо и не вижу, чем нам можно помочь. И, соответственно, как бы, ну, там, условно говоря, если кто-то из правительства слышит, немножко лояльнее относиться к ситуации, когда мы будем выходить с долгами, там, прочими, а у нас судебная система, там, прокуратура, там и прочее, достаточно серьезно на нас влияет, ну, исходя из вот этих вот, там, неплатежей. Ну, наверное, только вот в этом. А сейчас пока мы будем, естественно, держаться. Владимир, расскажите, мне вот интересно, я знаю, что ваше предприятие, как и предприятие Светлана, вы члены нашей замечательной Тверской торгово-промышленной палаты, вот такие организации могут чем-то помочь, бизнесу, помогать? Вы знаете, вот, по моему мнению, торгово-промышленная палата сейчас сама находится между молотом и наковальней. Тоже им не просто. Опять же, они находятся в той ситуации, когда их обязывают рассматривать каждый запрос малого и среднего предпринимательства, члена торгово-промышленной палаты на предмет форс-мажора и выдачи сертификатов о приостановке, там, деятельности или увеличении срока договора. Но они не могут себе этого позволить по той простой причине, что они поставлены в жесткие рамки. Во-первых, с точки зрения вот этого перечня предприятий по АКВЭДам. Во-вторых, они рассматривают это с точки зрения, условно говоря, заказчик-подрядчик, но и тот, и другой коммерческой организации, как правило. И те, и другие правы в том, что сейчас страдают все. И вставать на чью-то сторону они не могут, потому что если вставать на сторону подрядчика, страдает заказчик точно так же. Такое же коммерческое предприятие. Да, и сейчас говорить о том, что давайте все пойдем в торгово-промышленную палату, будем просить помощи, ну, это, наверное, будет некорректно по отношению к ним. Но с точки зрения, как инструмент попытки достучаться до правительства, до администрации регионов, это, да, хороший инструмент. Поэтому... На федеральном уровне что-то можно сделать еще? Еще, ну, вот, мое мнение, что нужно вообще пересмотреть политику помощи и субсидирования организаций. То есть, если смотреть, опять же, тот же самый перечень организаций, вот люди без кафе и кинотеатров могут прожить там год-два. Вот Владимир из кинотеатров скажет, мы без людей не можем прожить год-два, без кафе. А люди не пойдут к ним, если люди будут безработными. Тоже верно. У людей не будет денег, чтобы ходить в кафе, в те же кинотеатры. Поэтому, в первую очередь, нужно все силы и все инструменты перебросить на промышленность, на пекарь. На реальное производство. На реальное производство, да. У вас реальное производство. Да, где работает большее количество людей. Тогда у людей будут деньги, тогда у людей будет работа, и они пойдут сами в эти кафе. Да, их будет чуть меньше. Да, какие-то сети могут сократиться. Но это вынужденная мера, и я думаю, что для государства, как для аппарата, скажем так, защиты населения, основное это все-таки благосостояние людей. И, опять же, если брать инструменты, сейчас все говорят, опять же, правительство говорит о том, что малый и средний бизнес может обратиться в банки за субсидием. Не может он этого сделать. Потому что банки выставляют такие требования, которые заведомо невыполнимы. То есть, вы тоже так считаете? Я не то, что считаю. Я уже с этим сталкивался. И несколько раз в разные банки обращался. Там выставляют такие требования, которым я не могу соответствовать в силу физических причин. Мы тоже попытались. Да, мы попытались. Нам даже с точки зрения, опять же, поскольку по инерции мы движемся, и хотели просто проверить, есть ли возможность. Ну, иногда вот оформляешь кредит, и тебе потом подтверждают его. Ты не обязательно его берешь, но у тебя есть время, подтвердили. Вот мы для подтверждения этих вещей обратились и тоже в перечень дали, так скажем, такую, что невозможно. То есть, те же самые субсидии на зарплаты, вот эти. Да. Не работает. Зарплаты и кредиты. И не работает это все. И не работает, потому что, точнее, не потому что у нас банки такие плохие, а потому что к самим банкам предъявляются такие требования со стороны Центробанка, который им выделяет на это деньги, что им это становится неинтересно просто. Они не смогут отчитаться. Понятно. Вот методика, да, отстает, то есть, от провозглашенной какой-то помощи, а методика, как я ее сделать, она совсем другая и практически не пройти. Ну что ж, наша программа подходит к концу. Спасибо большое, что пришли к нам сегодня на эфир. Дорогие телезрители, мы сегодня обсуждали экономичную ситуацию, как чувствуют наши сегодня предприятия самого разного типа, представляющие самые разные отрасли в нынешней экономической ситуации. Действительно ли они чувствуют какую-то помощь и что, по их мнению, надо сделать? Пока все далеко не так просто и далеко не так оптимистично, как и на раз мы слышим. Ну что же, спасибо большое, что смотрели нас. Крепкого вам здоровья. Оставайтесь дома. Наш телеканал тоже призывает вас соблюдать все-таки карантинные меры, чтобы поскорее закончился этот весь карантин, этот кризис. И наши, наконец, производители все-таки почувствовали себя легче. Потому что без этого им никак. Спасибо большое. Это была программа «Тема дня». До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин